Добрый вечер! Добрый вечер, уважаемые слушатели! В эфире Финам.ФМ программа «Сухой остаток». Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня у нас знаменательный день. Сегодня пятница. Сегодня пятница, конец рабочей недели. Боже мой, как приятно это произносить в эфире, тем более, что осталось до ее завершения пятницы. Всего лишь немножко. Ну и традиционно по пятнице мы подводим финансовые итоги недели. Считаем деньги, другими словами. Это тоже, согласитесь, вещь очень приятная, занятная. Сегодня у меня в гостях... А точнее, в какой компании мы с вами сегодня считаем деньги? В компании моих коллег-аналитиков. В гостях сегодня Максим Зайцев, старший аналитик институционной группы «Норд Капитал». Добрый вечер, Максим. Добрый вечер. И Михаил Федоров, аналитик ООО «Вектор Секьюритис». Добрый вечер, Миша. Как ваше настроение, ну, в связи с пятницей, прежде всего, Максим? Настроение, несмотря на то, что пятница, настроение рабочее. Рабочее, да? Я смотрю, ты какой-то замороченный. Давай уже все, разморачивайся. Уже 8 часов в Москве. Миша, ну ты радостный, я вижу. Ну, я нормально. Ты в понеделек радостный и в пятницу радостный, да? Ну, а чего грустить? Да, тем более, ты уже рассказал, что ты теперь бык, бык. Это надо радоваться по этому поводу. Ну, что ж, замечательно. Вот такой кампанией мы сегодня подводим итоги недели. Уважаемые слушатели, для вас у меня есть информация. Традиционно 651099.6. Код Москвы 495. Это телефон в студии. Вы можете позвонить, задать свой вопрос. 651099.6. Либо сайт компании финам.фм. Заходите и пишите свой вопрос. Отправляйте нам, мы прочтем и с удовольствием на него ответим. Начинаем традиционно. Посмотрим, что происходит на финансовых площадках. Некая картина маслом. 1806 в Москве. Итак, и так, и так, и так. Основные индикаторы фондов рынка, членов штатов Америки, в плюсе, в небольшом, но в плюсе, радуются после вчерашнего падения. Долл Джонс радуется на 0,4%. СНП 500 и радуется чуть скромнее. Всего лишь на 0,3%. Наши ребята сегодня сильно огорчались. Сейчас, может быть, они тоже начнут радоваться. Но, тем не менее, вот на 1806 РТС теряет больше процента. 1474 текущая котировка. ММВБ 1447. Вот забавно как. В этом есть символизм. Смотрите, РТС 1474, а ММВ 1447. А? Вот я уже торговые сигналы начал искать. Это жесофрения. Спасибо нашему ЦБ. Он правильно, да, нарисовал котировки. Так, дальше. Сырьевые рынки и Форекс. Нефть чуть-чуть снижается, но уверенно. 114 за баррель, да, со вчерашнего дня практически без изменений. Она так как копанное золото. Тоже в диапазоне в узком. Текущая его стоимость 1767 долларов за унцию. Евро-доллар также ходит, да, в диапазоне 29. Вот он идет к 1.30. Приближается. Ну, собственно, все остальное тоже без особых изменений. Основной набор голубых фишек у нас сегодня в красной зоне. А вот выделяется, по крайней мере, вот из того числа, на которое я смотрю, из той группы, на которую смотрю, выделяется. Акции полюс золота, они прибавляют почти 3%. Очень интересно, по какой же причине. Ну, и, собственно, сообщу, да, сегодня долгожданное, ну, наверное, долгожданное, ну, и просто ожидаемое событие. Это отчетность двух американских банков, Дж.П. Морган, да, и кто еще? Уолсфаргу. Уолсфаргу, да. И тот, и другое отчитались неплохо, вот, ну, может, поэтому и оптимизм мы сейчас на американском фондовом рынке. Может быть, это так. И все, вот финансовая картина нарисована. Давайте вернемся к нашей теме. Итак, финансовые итоги недели. Начнем с кого? Максим, с тебя начнем. Ты в работе весь? Да, безусловно. Рассказывай. Ну, наверное, если говорить о этой неделе, то основное внимание-то привлекли первичные заявки по безработице, которые существенно снизились, и сейчас где-то там около 330 тысяч, несмотря на то, что полгода назад мы смотрели выше 400 тысяч, а не или ниже, что как бы на первый взгляд кажется неплохо. Но вот в связи с выборами, тут можно процитировать республиканцев, которые наверняка бы на это сказали и скажут, что это связано с тем, что многие люди просто перестали искать работу, и ни в коем случае это не связано с ростом экономики. Ну, республиканцы в пику демократам бы это сказали, естественно. Я с тобой согласен. Да? Они выкинули просто людей, как тунеядцев. Ну, подожди, не выкинули. Нет, ну, не выкинули просто там. Они не стали их считать. Да, человек в течение какого-то времени, да, числится безработным. Но, да, в целом, наверное, можно согласиться, потому что по-прежнему у нас пока есть надежда на то, что очередной этап количественного смягчения как-то повлияет на рост экономики, как-то будет способствовать. Но в то же время много скепсиса по этому поводу, и мы не видим все-таки… Безработица — это не тот сейчас индикатор, на который можно смотреть как раз в связи с этим, что просто многие люди сейчас выпадают. Если говорить о темпах роста экономики, то мы видели, что вот несколько недель назад очередной был раз пересмотра ВВП США, темпы прироста, и очередной раз был пересмотрен в меньшую сторону. То есть там сначала был какой-то показатель 2.1, а в итоге они его снизили в течение нескольких раз, ревайс сделали до 1.3. То есть мы по-прежнему видим, что экономика не показывает признаки роста, соответственно, фондовые рынки не очень хорошо себя на этом чувствуют, как бы… А какой конкретно ты имеешь в виду фондовый рынок не очень хорошо чувствует? Если он P500, то и на хаях стоит уже, да, сколько времени? Но мы не видим такого роста, какого можно было бы ожидать в связи с тем, что ФРС… Согласен, я согласен. А как бы предпринимают сейчас меры для количественного смягчения, и если мы посмотрим, как бы, структуру американского фондового рынка, то мы, как бы, можем увидеть, что в основном-то его вытягивает компания циклического сектора. То есть если мы посмотрим на ОКО, вот, которое тоже недавно читалось, то оно читалось в очередной раз с убытками. Там очищенная прибыль там в результате получилась какая-то положительная там, но все-таки по факту у них чистый убыток. Другие компании циклического сектора также отчитываются не очень хорошо и не очень себя хорошо чувствуют их котировки. То есть фондовый рынок США, он выходит там за счет таких компаний, как Apple, то есть они его вытягивают. То есть это высокотехнологический сектор там, допустим. Основные голубые фишки, которые… Опять же финансовый сектор, да, он неплохо сейчас себя чувствует, но опять же это за счет каких-то стимулирующих мер ФРС. Я извини, я тебя перебью, Максим. То есть фондовый рынок США сейчас вытягивает пятый iPhone, по сути, так ведь, да? Да, именно так. Какая пласть. Ну, вытягивают на самом деле демократы, я думаю. Демократы. Ну, причем, да, их подход ты уже озвучил. Причем за уши. Да, за уши. Их подход ты озвучил уже. Что они при этом делают, да? Подчищают статистику. Ну, я вообще думаю, что есть два, как бы, две позиции. Вот нам предстоит, скажем так, бюджетные предстоят вопросы в Соединенных Штатах. Очень многие, допустим, думают, почему там республиканцы хотят перить сук, на котором сидят. То есть, грубо говоря, бюджет, который адаптирует экономику США. Вот. Я после того, как дали Куе, очень долго размышлял. Почему? То есть, зачем дали Куе? Смысл? Пришел к таким выводам. Как бы. А ты у нас с этого момента не был, я так понимаю, да? Да, я не был. Давай рассказывай. В общем, смысл такой. Как бы для двух партий там, получается, две позиции разные. Демократы, я так понимаю, хотят стимулировать экономику, как и раньше. Через дефицит бюджета максимальный и печатный станок. Республиканцы, как я понимаю, видят, скажем так, базис экономики США даже не в бюджете, и печатном станке, и каких-то других вещах, а в притоке капитала. Их, грубо говоря, они понимают, что если, скажем так, безответственно печатать и тратить деньги, то доверие к Америке может быть потеряно. И, соответственно... А сейчас оно есть. Более-менее есть. Соответственно, приток капитала в США, скажем так, будет под угрозой. И поэтому, если так, то неважно, какой будет внутри Соединенных Штатов дефицит бюджета, как они будут тратить, сколько печатать, это приведет к плачевным последствиям. То есть республиканцы сегодня выступают, скажем так, защитники платежного баланса США. И поэтому, как бы, они готовы сократить дефицит бюджета, скажем так, по принципу того, что они считают, что базис именно развития экономики, именно основан на притоке капитала, и его надо сохранить. А там уже система стакана половины полон или пуст. То есть, главное, деньги входят в американскую экономику посредством притока. А как они будут внутри перераспределяться, это уже вопрос второй. И как бы вот эти две позиции начинают, я так понимаю, сегодня сталкиваются лбами. И, скажем, естественно, это никто не оглашает. И все вот это прыжки наших рынков, почему дали, не дали, они как раз связаны, скажем так, потому что большие дядьки решили подраться друг с другом. Двумя разными позициями. Это всегда так. Большие дядьки дерутся, а у нас, как известно... Хуе! Дали, скажем так, демократы для того, чтобы, ну, скажем так, проталкивать именно свое мнение. Миша, Миша, это очень интересно, но мы тебя послушаем после новостей. Сейчас слушаем новости на Финам. Еще раз добрый вечер, уважаемые слушатели. Продолжаем, продолжаем на Финам.ФМ программу «Сухой остаток». Меня зовут Олег Дмитриев. Подводим финансовые итоги недели. Сегодня пятница, напоминаю, для тех, кто не помнит об этом. Хотя вряд ли есть такие. Подводим итоги. Сегодня в гостях у меня Михаил Федоров, аналитиков Вектор Секьюритис, и Максим Зайцев, старший аналитик институционной группы «Норд Капитал». Добрый вечер, коллеги. Здравствуйте. Миша, продолжай, пожалуйста, ты. Ну так вот, значит, республиканцы защищают платежный баланс свой, и, скорее всего, они это будут делать. Поэтому, скажем так, их заявление по поводу сокращения дефицита бюджета, которое неминуемо может привести к рецессии и спаду экономики США, это не просто слова, и они действительно готовы пойти на радикальные сокращения. Я так понимаю, что демократы эту опасность вполне ясно и четко осознают сейчас, в текущий момент. Поэтому их задача сейчас, скажем так, попытаться сделать максимально больше, скажем так, по части их политики, политики именно стимулирования экономики посредством. Ты имеешь в виду успеть до выборов сделать максимально больше. Да, выборы это определенный риск, ну, возможно, выиграет Обама, скажем так, но Конгресс, скажем так, все равно остается под властью республиканцев, и все равно бюджет надо будет обсуждать с ними. Вот, поэтому они просто успевают, и поэтому Бен Бернанке дал Куе. Да, вот я к этому веду, то есть ты сейчас пытаешься, да, все-таки объяснить. Почему я стал бык, да, я объясню дальше. То есть, и, понимаете, после того, как ФРС объявила Куе, в мире начинается наблюдать там не очень хорошие тенденции. Допустим, Центробанк Южной Кореи понизил ставку, Бразилия понизила ставку, да, одни понижают ставку. Не, ну, что значит не очень хорошее? Все в тренде, все в тренде. Да, все в тренде, все входят в тренде. Федорезерв, да. Мы входим в такую гонку, кто быстрее девальвирует валюту. Да, да, да. И все сигнализирует о том, что мировая экономика плохо себя чувствует. Но на фоне того, что деньги будут вот так оголтело печатать, вопрос, что к чему должно падать. То есть мы получаем такую сумятицу, и у нас просто точки опоры нет. Деньги — это как бы то, к чему приравнивают стоимость чего-либо. А если вот это то, к чему мы сегодня приравниваем, само начинает шататься очень сильно, то тут начинается очень интересная игра и очень интересные прыжки. Максим, я вижу, ты прям, подмывает тебя сейчас. Нет, я на самом деле, да, абсолютно не согласен с каждым словом Михаэла. С каждой буквой. Да, с каждой буквой. Начнем сначала с изложения фактического материала, что нужно республиканцам и что нужно демократам. На самом деле есть один консенсус по поводу того, что сокращать бюджет США надо. Споры между республиканцами и демократами лежат в плоскости за счет чего это делать. Республиканцы хотят это сделать за счет урезания социальных пособий. Демократы это хотят сделать за счет повышения налогов составительным гражданам. Вот, соответственно, на этом они не могут договориться. Если договоренности не будет достигнута на конец года, то, соответственно, нас ждет фискальный обрыв, то есть секвестирование бюджета, он по-любому будет урезан, но это будет сделано резко за счет определенных каких-то, возможно, самых значимых для экономики секторов, то есть какие-то субсидии будут урезаны, расходы на оборонку. И, соответственно, это может очень негативно сказаться на экономике, потому что сейчас можно договориться и решить действительно, что целесообразно урезать, а там придется автоматически все это урезать. Поэтому сокращение госрасходов, он в любом случае будет. Есть единое мнение и у демократов, и у республиканцев по поводу того, что это делать надо. Нет консенсуса по поводу того, за счет кого это делать, за счет богатых или бедных. Что касается неприятных тенденций по поводу снижения ключевых ставок по всему миру, то, наверное, наводнение ликвидностью рынков – это сейчас не самая большая проблема. Мы не видим нигде особых скачков инфляции. В еврозоне, в США, оно в пределах нескольких процентов держится, и вполне возможно, что замедление экономики будет снижаться, несмотря на количественное смягчение. Сейчас основная проблема – это безработица и рост экономики. Проблема в том, что падает платежеспособность населения, уровень жизни. То есть, наверное, в первую очередь надо об этом заботиться. Непонятно, как с этим бороться, потому что очередное количество смягчений во многих развитых странах это уже как-то не помогает. Тем более, если взять еврозону, то там вообще это противопоказано, потому что как только ЕЦБ начинает проводить смягчающие деньги на кредитную политику, то зачастую инвесторы, наоборот, начинают уходить с рынка на негативных ожиданиях того, что евро будет девальвировать, то есть выходить из активов, номинированных евро. И в итоге там это оказывает давление на долговые рынки. Поэтому… Ну вот смотри, тема, о которой Миша начал разговаривать. Вот он не ждал хуе, а хуе случилось, да. Он пытался каким-то образом объяснить. Зачем это было, да? Зачем это, на твой взгляд, было сделано? Было сделано как раз потому, что тот уровень безработицы сейчас в США, он абсолютно не сопоставим с тем, когда это было до кризисные годы, до 2008 года. То есть он сейчас на порядок выше. Соответственно, нужно какие-то кардинальные меры уже предпринимать. То есть они, в принципе, никогда не прекращались. Меры? Да, они продолжаются по сей день. Вот, соответственно… Ну, куе-3 — это не кардинальные меры. У нас был и куе-1, и куе-2. Да, это не кардинальные меры, но я бы сказал, что это вполне ожидаемые меры. То есть тем или иным способом ФРС постоянно продолжала стимулировать экономику. Если там не было количественного смягчения, то мы видели операцию «Твист», которая, кстати, до сих пор продолжается. Поэтому событие было вполне ожидаемо. Вопрос ее эффективности вызывает, конечно, большие сомнения, потому что не все в силах Центрального банка. Наверное, в идеале это должно в мире случиться какой-то новый технологический прорыв. Мы говорили, марсиане должны прилететь, и они сказали, что, ребят, все, вы не справляетесь уже. Вообще, я вот недавно видел такой интересный материал по поводу того, что спад экономики и такие невысокие темпы роста будут на протяжении ближайших тысячи лет. Тысячи? Да. Потому что сейчас как бы все, что создано в рамках повышения эффективности производства, оно уже создано. То есть трудно представить, что могут изобрести еще такое, чтобы новую научную... На новый уровень переходить, его не видно. Мы видим изобретение новых айфонов, но как бы что бы способствовало эффективности... Тысячи лет это сильно много, по-моему. Я тогда продолжу, да? Значит, мы увидим индекс РТС в боковике еще как минимум тысячу лет. Готовьтесь. Кстати, нет, инфляцию никто не отменял, за счет этого, может быть, фондовый рынок подрастет. Ну, о том я и говорю, что на самом деле инфляция, да, это... Вот ситуация в экономике, она абсолютно тупиковая. Они стимулируют, и это не помогает. Они, в принципе, наверное, сами уже понимают, что это не поможет. Миша, Миша, еще извини, пожалуйста, на мой взгляд, парадоксально. С одной стороны, да, ну, вот выступление Бернанке, его там сопроводительная речь, он говорит, мы стимулируем, мы ждем, и т.д. А ставки низкие до 15-го года оставляют. Да, ну, это бессмысленно. В принципе, это, понимаете, они идут в обанку, они поняли, что это не действует, и других идей у них просто нету. У текущей власти США. Вот они, соответственно, делают, ну, как последнее, что они могут сделать, выжить из ситуации. А спрос, он все равно, как был, стогнил, что-таки остается. Потому что, условно говоря, ну, если вернуть причины кризиса, да, то, скажем так, проблема в том, что спрос недостаточный. Производственные мощности достаточно большие, то есть произвести можно все, что угодно, сколько угодно. А вот, скажем так, экономика завязана на спросе. Никому это не нужно. Да, условно говоря, если там производство чайников возьмем, если люди покупают там раз в два года чайник, ну, домохозяйство, да, вот, они входят в цикл такой балансовый, да, и производство чайников растит уже некуда просто физически. Можно, скажем так, увеличить спрос в целом по экономике, если поменяв социальную структуру, что, в принципе, и дело в свое время Рузвельт, да. Чтобы большему количеству населения понадобился чайник. Потому что, как бы, чтобы больше, ну, как социальная структура общая, чтобы чуть-чуть бедные стали богаче, да, соответственно, тогда спрос будет, как бы, расти. И не в кружке кипятили, а в чайнике. Вот, но тут, видите, в чем проблема, вот, опять возвращаясь к позиции республиканцев, республиканцы говорят, Обама вот как раз и пытается вот это сделать. А он хочет говорить, давайте возьмем, повысим налоги у богатых, для богатых, да, и дадим их бедным, чтобы они тратили. А республиканцы говорят... Где-то я это слышал. Да, а мы хотим, чтобы, наоборот, социальные нужды, социальные нужды, ну, скажем, урезание бюджета по социальной части ударит по потребительскому спросу однозначно. Вопрос, почему американцы защищают богатых? Не потому, что у них жадность, и они богатые. Потому что, опять же, если повысить налоги для богатых, это ударит по платежному балансу США. А базис экономики США, на самом деле, она, скажем так, она ест больше, чем производит. И базис вот именно того, что она ест больше, чем производит, он именно заключается в платежном балансе. Потому что туда идет поток инвестиций ежегодно, доходящий до триллиона долларов, да, метода вкладов. И это, на самом деле, является и базисом. Если не будет этого притока капитала, вот как такого, как сейчас, то третья экономика США просто сдует ветром. Причем моментально. Вот. И это два разных подхода. И мы сейчас, я так понимаю, мы наблюдаем драку этих двух разных подходов. Поэтому финансовые рынки, я думаю, скажем, вот это то, что было предыдущие четыре года, это, скажем так, был такой мягкий ветерок, да. Сейчас может подняться турбулентность очень большая, потому что... Времени не остается. Времени не остается, и, скажем так, ситуация все сложнее и сложнее становится. У меня просто вопрос сразу напрашивается. Михаил, как вы себе представляете, что крупнейшую экономику вот так вот сдует ветром из-за того, что приток капитала туда... А, потому что у них дефицит по торговому балансу огромный. Ну и что у них... США является крупнейшим экспортером капитала. Они производят практически все, они себя обеспечивают, еще экспортируют для других стран. Ну, если мы возьмем торговый баланс, у них огромный дефицит. Он покрывается только притоком. Но, тем не менее, понимаете, вот если прекратится приток капитала в Россию, и, как бы, будет какие-то проблемы с торговым балансом, то нас может сдуть. Потому что мы, кроме нефти, ничего не умеем делать. У нас тоже есть проблемы. А из нефти отличные пирожки получаются. У нас тоже проблемы, и у них проблемы. А что касается США, то она себя может от и до обеспечить самостоятельно. Это 25% мировой экономики. Я согласен. То, что это сдует, скорее всего, страны, там... Пока толстый сохнет, то худой сдохнет, да, в принципе. 30% экономики США... Ну, ладно, друзья мои, брек, брек, брек. Мы сейчас не будем говорить о том, кого сдует. Мы сначала послушаем новости на Финам.ФМ. А потом о хорошем. Еще раз добрый вечер, уважаемые слушатели. Горячо, горячо сегодня у нас пятница. Не случайно я начал именно с этого. Мои уважаемые гости продолжают спорить. Вот, я уж как могу их разнимаю. В общем, замечательный, замечательный эфир. Напомню, что мы обсуждаем финансовые итоги недели. Считаем деньги, поэтому вполне логично то, что происходит сегодня в студии. В гостях Михаил Федоров, аналитиков, вектор секьюритис, и Максим Зайцев, старший аналитик институционной группы Нордкапитал. Кстати, уважаемые слушатели, я напомню вам, телефон в студии 6510-99,6. Сайт компании финансов.фм. Вы можете также позвонить, задать вопрос или поделиться своим мнением в отношении перспектив глобальной экономики. Ну, перспективы так себе швах. Вот была произведена фраза, да, что могут всех сдуть ветром. Ну, не всех, наверное, да, а кого-то конкретно. Часть. Часть могут сдуть ветром. То есть мы такие ищем Мэри Поппинс сейчас. Ну, да ладно, давайте, тем не менее, вернемся к непосредственно финансовым итогам. Что происходило на рынках, вот, в основных индикаторах, в нефти, на фондовом, на валютном рынке. Что получилось, что не очень. Кстати, Миша, меня очень порадовало твое заявление, что ты перетек, да, перешел в противоположный стан. Я перешел в команду, которая продает деньги. Которая продает деньги. Так, это где-то ты... ЦБРФ? Нет, здесь есть переход у Побелецкого вокзала, переход, и там ходит команда, которая продает деньги. Ну, да, широкий, ну, скажем так, мы в боковике, одни продают активы, другие продают деньги. Согласен. Кто победит, я думаю, что в ближайшем месте победят те, кто продают деньги. Ты так витиевато сказал о том, что ты сейчас активно бычишь, да, ты покупаешь, что там, акции, облигации, что ты покупаешь? Я, скажем так, делаю ставку на активы, потому что на планете Земля не так много активов, да, то есть деньги, ну, ваш капитал должен быть в чем-то номинирован. Он либо в деньгах, либо в активах, либо в чем-то еще. Либо в шкафу. Да, либо в шкафу, вот. Поэтому, учитывая, что деньги, к деньгам такое отношение, и учитывая, что там, я так понял, люди готовы пойти в Абанке печатать хоть сколько угодно, хоть горы, потому что у них не получается. И у них, по сути, это отчаянный шаг какой-то. Миш, Миш, подожди, мне слышится обида в голосе твоем. Смотрите, я даже сейчас расскажу, как я это вижу. Некоторое время назад, в ожидании количества мягчей, объявление Михаила, естественно, говорил, не будет никого, нет логики в этом. Потом, вау, да, Бернанке подвел Мишу. Да, подвел. И теперь Миша делает все, чтобы наказать Бернанке. Он продает деньги, он меняет. Да, он продает деньги. Так твоя позиция. Я-то думал, что он... Мстишь ему, пожалуйста. Нет, нет, я думал, что он будет более сдержанный, скажем так, в своей политике, как бы, потому что то, что он сейчас затеял, это рисковая игра. Видите, какая волна поднялась? Из-за Куе, скажем так, Бразилия, Южная Корея стали тоже на пути Швеции, Австралии и прочие страны. Он, как бы, на самом деле, сейчас вызвал волну, скажем, которую достаточно сложно будет в итоге остановить. Поступил без ответствий. Да, я как раз и думал, что нельзя давать Куе, потому что это вызовет процессы достаточно сложные. Он действительно может, как бы, вызвать очень, скажем так, сейчас массовые валютные войны. Кто быстрее напечатает? Понятно. Ну, это, скажем, я считал, что это будет, ну, скажем так, не то чтобы глупостью, но это будет очень опасной игрой. И он затеял эту опасную игру сегодня. Да, и получай. Ну, то есть не он, а они, скажем так. Я понял тебя. Хорошо, ладно, ладно, давай. Личные обиды в сторону, да? Не будем мы сейчас о ваших отношениях с Бернанке говорить. Давайте посмотрим, к чему это приведет на финансовые площадки. Я так правильно понял, если ты сейчас активно меняешь деньги на другие активы, то ты ждешь роста этих активов. Правильно я понимаю? По отношению к деньгам. По отношению к деньгам. Ну, вот давайте, актив по названиям индекс РТС. Вот сейчас он ходит в коридоре, и текущий котировок, кстати, снижается, кстати, и СП тоже вниз пошел. 1460, вот что с ним будет в ближайшем году? Ну, индекс, скажем так, МВБ давит РТС активно вниз. Чуть-чуть его спасает рубль. Да. Потому что, получается, такая ситуация, что и МВБ вниз, и доллар к рублю был вниз в последние дни. Потому что, скажем так, наш ЦБ пока что вот этой болезнью не заразился. Вот, видишь как. Что вызвало на нашем внутреннем рынке достаточно, так скажем так, ну, у нас нет такого количества денег внутри страны, как там есть. А я-то думал. Вот, поэтому индекс РТС, на самом деле, ну, индекс РТС, скорее всего, будет все же расти в итоге. А вот МВБ зависит это, скажем так, от рубля во многом. Потому что, если рубль не будет девальвироваться, а в экономике все плохо, то МВБ будет очень плохо себя вестись. Максим, как ты видишь вообще? Ну, по поводу индекса РТС, вообще не очень слежу за нашим рынком, как бы не особо мне интересен. Ну, исключая рынок облигаций. Но, по поводу индекса РТС скажу следующее, что такая концепция, что наш рынок сильно перепродан, который там годами уже говорят об этом, оно, это на самом деле миф. Потому что, если мы возьмем… То есть он сильно перекуплен тогда, да? Он не перепродан и не перекуплен. Он торгуется с небольшим дисконтом в действительности. Потому что, если мы начнем сравнивать ПИИ не просто в индексах, там, S&P и РТС, а посмотрим структуру компании, которая вот у нас ходит. У нас одни нефтедобывающие компании. Согласен. Посмотрим мультипликаторы этих компаний. Посмотрим на зарубежные аналоги с поправкой на то, что у нас ужасно сложные условия добычи нефти. У нас не самая качественная нефть. Мы увидим, что дисконта практически никакого у наших нефтяных компаний нет. А то и наоборот. Да, именно так. Поэтому, именно поэтому он болтается. Как бы в условиях рецессии экономики, в условиях ожидания того, что мировая экономика будет замедляться, непонятно, почему нефть должна расти. Если, как только она начнет расти, пусть даже в связи с какими-то проблемами на Ближнем Востоке, это будет очередной удар по рынкам. По экономике в том числе, да? Промышленность этого просто не выдержит. Мы увидим очередной обвал. Поэтому никому не интересны сейчас сырьевые компании, смотрят на циклические сектора. Поэтому я призываю российских инвесторов быть более консервативными, смотреть или на наш рынок. Но, наверное, если это на рынок фикс инком, если все же люди хотят инвестировать в акции, то здесь, наверное, более интересны американские биотехнологические компании, высокотехнологический сектор. То есть это циклические сектора, которые не подвержены каким-то общей ситуацией экономики, которые могут сами что-то придумывать, делать и получать стабильный перерыв. Независимо от конъюнктуры, так называемой. Да, именно так. Что касается нашего рынка, то здесь, наверное, не очень хорошо смотреть на какие-то длинные рублевые облигации, потому что ЦБ РФ такую консервативную политику вынужден вести, повышать ставку. Они, наверное, будут падать. Здесь надо только в короткие облигации. А вот что касается долларовых длинных евробондов, то на самом деле на этом можно очень неплохо заработать. Если мы посмотрим вот суверенные раши евробонцы в долларах, то за прошедшие три месяца некоторые длинные выпуски дали инвесторам 10%, больше 10% за три месяца. За три месяца 10%? Они сейчас, они в течение последних нескольких лет, и в том числе продолжают обновлять доходности, минимум по доходностям, соответственно, цена растет. Связано это с тем, что как раз они ходят за трежерис, а ФРС вот именно на данный момент, когда более-менее стабильный, и не ожидается, что The Merchant Markets будет какого-то колоссального оттока капитала, и не переоцениваются кредитные риски России. Они сейчас ходят как раз за трежерис, вот от доходности по дрожерям ФРС сдерживает, соответственно, вот наши евробонды, доллары, они будут выгодны и дальше. Единственная проблема, что это только для квалифицированных инвесторов. Понятно. Интересная фраза такая, да, ты просто ее поясни, она действительно такая, я бы сказал, она такая, ну ладно, слово не подберу. А доходности по дрожерям ФРС сдерживает, вот не результат ли это как раз и, ну один из результатов программы количественного смягчения? Нет, сейчас, если мы посмотрим детали количественного смягчения, то в действительности оно кардинально отличается от двух предыдущих. Сейчас ФРС скупает, ФРС скупает сейчас ипотечные облигации, что предполагает, надеется, что рынок недвижимости живет. Да, как-то живет. Может быть, это какой-то принесет все-таки эффект в экономику. Но это результатов все-таки, да, действий ФРС, но не количественного смягчения, а операций Твист, когда он скупает длинные облигации и продает короткие, за счет продажи коротких. Вот таким образом он же как раз доходности придерживает. Он сдерживает, да, по длинным облигациям доходности. А короткие он поддерживает тем, что в Европе плохо. О, вот, это хороший поворот, спасибо, Миша. А по коротким там, да, и так доходности около нуля, потому что, как бы, инвесторы не хотят риску все-таки сейчас брать. Потому что длинные облигации это все равно рыночный риск. Если там доходность вырастет, то во времени негативная будет переоценка. Ну так вот, вполне логично сейчас, Миша, да, повернул сюжет. В пятницу вечером не поговорить о проблемах еврозоны, ну, было бы неприлично. Просто они нас, они нас ждут, я имею в виду, не проблема, а еврозона ждет, чтобы они поговорили. Буквально два слова. Последние события, чего там и как. Греция, Меркель, да, ты вспоминал сегодня ее визит. Ну, Европа стоит на точке такой сейчас. Либо полностью к развалу, либо, скажем так, восстановление. Мне нравится твой настрой, Михаил. Объясню, почему. Вот представьте, допустим, ну, я или вы, допустим, какой-нибудь там итальянский министр. Мы не будем говорить премьер-министр, просто министр. Просто министр. И тогда это ты. Ну, ладно, я. Просто министр. Скажем так, Европа, ну, будем говорить о той же Тройке, к примеру, или там о Меркель, да, предлагает постоянно затягивать пояса, вот. И страны ПИКС, у которых есть проблемы, они постоянно пытаются там это сделать. То есть стараются хотя бы. Вот они два года стараются, теперь, скажем так, Европа должна ответить действиями. Если она сейчас не ответит действиями, то я как министр разочаруюсь. То есть я сидел тут, ужимался, а вы, грубо говоря, просто болтали. И никаких действий не осуществили, да. И что, о каких действиях идет речь? Выделение денег, ну, на самом деле действия уже пошли потихонечку, да. И, соответственно, если Европа сегодня не сделает действия, мое доверие по отношению к словам Меркеля и вообще еврозоны, да, пойдет на спад, и, соответственно, ни о какой дисциплине в будущем говорить не придется. А это, скажем так, приведет к процессам, которые неминуемые приведут к полнейшему развалу. То есть я два года голодал, да, на ожидании, что вы меня потом подбросите, а вы вон что? Да, тогда все. Если вы мне сейчас не начинаете действовать, то я вам просто верить не буду в будущем. И, соответственно, дисциплины у меня никакой не будет. Начинаю пир. Да. С другой стороны, если Европа начинает делать какие-то действия, вот она уже запустила вот этот ЕСМ, выдала деньги португальцам и так далее, то есть это действие. Это подстегнет веру, скажем так, да, и понимаете, в чем все дело? У Европы сейчас, грубо говоря, полтора триллиона евро заряжены на то, чтобы выкупить все свои проблемы. Марио Драгиш заявлял, что он готов выкупать облигации и стерилизовать их, да, то есть он просто будет покупать облигации открыто сам и стерилизовать их путем того, что те деньги, которые были по АЛТРО выданы, он просто их назад возвращает. Как это будет сделано, это уже другой вопрос, да, ну, то есть баланс ЕЦБ расширяться от этого не будет. Плюс сам фонд ЕСМ, который 500 миллиардов, то есть у них полтора триллиона евро заряжены, это 20% примерно от всего долгой еврозоны. Это сумма достаточная, чтобы сбить ситуацию, скажем так, ну, сбить пар полностью. Ну, вон, нет, ну, не решить глобально, да? Осталась только немецкая еда, грубо говоря. И если немцы сейчас не скажут да в ближайшее время, то, как я уже сказал, да, это будет потеря доверия и в дальнейшем придет падение дисциплины полностью и в дальнейшем раздраве. Либо немцы говорят да, и начинается работа. То есть немцы все делают. Ну, да, немцы в Северной Европе. А почему они не говорят? Они хотят политические выгоды свои. На самом деле, понимаете, часто там биржевые игроки эгоистично думают только о себе. То есть они смотрят через призму только цифр, да, и не понимают, что на самом деле это исторически. Там какой-то поворот сейчас происходит. То есть если мы сегодня возьмем цифрами, да, немцы, конечно, да, им жалко деньги, да, и, возможно, там они думают, что скажут нет. Но это было бы исторической ошибкой, потому что все кайзеры по гробу перевернутся. Миш, Миш, давай про гроб не будем, давай слушаем новости сейчас, а потом как-то повеселей. Ну что ж, уважаемые слушатели, близится время, близится время нашей передачи к завершению. Значит, на финал ФМ «Сухой остаток», я напомню, меня зовут Олег Дмитриев, но осталось всего лишь 12 минут прямого эфира, в течение которого мы подведем уже непосредственно финансовые итоги недели, поговорим о том, чего ждать в будущем, в ближайшем и не очень. У вас еще есть возможность позвонить по телефону 6510-996, задать свой вопрос или свой вопрос опубликовать на сайте. Ну, в общем, судя по минимальной активности, сегодня пятница. Еще раз напомню, это нормально. Мы остановились на том, что обсуждали проблемы еврозоны. Вот, как всегда, Миша апокалиптические сценарии такие рисует. Почему нет? Там есть положительный сценарий. В смысле, позитивный, да? Да, позитивный. Позитивный, да, с вращениями кайзеров в гробах. Такая сказка на ночь называется. Давай позитивный уже выдавай. Ну, позитивный то, что в итоге немцы, поторговавшись за свои права внутри Европы, все же одобрят все это, все что... Все, что можно. Да, все, что можно. Ну, не все, что можно, но одобрят достаточно для того, чтобы преодолеть долговый кризис. Начнет нормально работать ЕСМ. И, скорее всего, ЕЦБ будет... Вот сегодня вышли, допустим, данные по инфляции, которые достаточно сдержанные. Да, соответственно, ЕЦБ все же начнет свои операции, и они долговую проблему пройдут. Это произойдет не так быстро, скорее всего. Рынок это увидит, возможно, тоже не так быстро, но в итоге Европа пойдет на поправку. В плане долгов, но не в плане рецессии. То есть я имею в виду тут только именно долговой кризис на поправку, но, скажем, не экономический кризис в целом. Ну, тут не одна Европа просто, да? Да, тут не одна Европа, и это не только с ней связано. Но с точки зрения долгов Европа может пойти на поправку. Максим, у тебя какой сценарий для Европы? Ну, вот что касается последней фразы Михаила, то, что пойдет на поправку в плане долгов, но не в плане роста экономики, абсолютно согласен. То есть, скорее всего, к этому идет. Сейчас был прописан абсолютно понятный механизм, как будет выкупаться облигация суверенной еврозоны. То, что, ну, скорее всего, он будет действенным. Позитивно здесь то, что этот механизм, как бы, сдержанное влияние на евро оказывает. То есть это не будет особого влияния на евро оказывать, потому что, как бы, выкуп будет стерилизованным. Но, и плюс мы сейчас видим, что, как бы, в последнее время доходности по испанским облигациям, которые у нас следующий кандидат на оказание помощи, который все затягивает с обращением помощи в ЕСМ, они пока снижаются. Я считаю, что абсолютно правильно делает Испания, что не торопит события, потому что это, как бы, последний козырь. И поэтому, пока есть возможность рефинансироваться под текущие ставки, надо это делать. Надо делать, надо не брать на себя пока дополнительную нагрузку по урезанию бюджетных расходов, потому что это, опять же, давление на экономику. Это, опять же, угроза того, что экономика еще больше будет снижаться более высокими темпами. Ну, вот, с точки зрения Испании, это логично, ты объяснил, да, что она не хочет сразу в петлю лезть. А с точки зрения еврозоны, ну, и вот тех ее участников, С точки зрения спекулянтов, конечно, хотят поторопить события. Быстрее, да. Не случайно вчера уже там очередное рейтинговое агентство говорит, что Испания близка к мусорке. Ну, да, рейтинг понизли, но, в принципе, ничего нового, но рейтинговое агентство не сказало. Но зачастую рейтинговые агентства снижают рейтинг тогда, когда уже вот на рынке это уже все давно известно и запрайсено давно. Поэтому, в принципе, я не смотрю негативно так уж на Испанию. Опять же, недавние стресс-тесты банковской системы показали, что ей гораздо меньше понадобится средств на рекапитализацию банков. Поэтому какая-то надежда на то, что, по крайней мере, как минимум, с долговыми проблемами удастся еврозоне более-менее сладить, она есть, и это не так плохо, скажем так. Опять же, в пользу бандов. Ну да, ты все о своем, я тебя понимаю. Да. Хорошо, хорошо. Теперь давайте на родные пенаты бросим взор. Чего здесь, Миша? Как это отразится на нашем рынке? Конечно, как отражается. Это отразится на нашем рынке, скорее всего, вверх. Ну, не скорее всего, а точно вверх. Я даже знаю, почему. Да, просто... Потому что ты в лонгах уже, да? Нет, я не на нашем российском рынке в лонгах. То есть не наши родные активы на российском рынке, но не активы российские. И не патриот. Я в евролонгах, скажем так. Хорошо. В общем, получается как? Ввиду того, что наш ЦБ ведет себя, как ведет, то есть он не подался пока вот этой моде, и ввиду того, что там еще будут размещения, ну, как бы, дополнительный бумаг. Извините, я перебью. Мода модой, но наш ЦБ смотрит и видит инфляцию. Да, он видит инфляцию. Да, он говорит, а что делать-то мне? Экономика снижается тоже. Может быть, как-то простимулирует, как все делают это. А ему говорят, не, дружище, а вон что? Наш рынок поэтому будет, скажем так, расти вдогонку за западными, но будет слабо это делать, в общем. Расти вдогонку, а падать впереди. А падать впереди, да. Вот что касается действий нашего ЦБ и влияния на фондовый рынок, я бы не стал придавать этому большое значение. Но на самом деле никакого... Связи. Связи, да. Нет, почему объем ликвидности свободный. Это не ФРС, это инвесторы смотрят на западные компании, смотрят на наши и смотрят, куда лучше вложиться. То есть в условиях свободного притока капиталов, скажем, влияние минимальное, может быть, на облигации какое-то влияние, да. Что касается действий ЦБ, то они вполне логичны. Наш центральный банк всегда повышает ставку в периоды кризиса, как раз потому, что у нас экономика, где потребительская продукция полностью, ну, в большей части импортируется. Растет курс доллара на токе капитала, соответственно, дорожают цены, и здесь ничего не остается просто, как повышать ставку, хоть как-то снизить рублевую ликвидность, чтобы как бы наши граждане хоть чуть-чуть себя почувствовали лучше, чтобы не сделать гиперинфляцию, как у нас было это в начале 90-х. Поэтому вполне логичные действия, и как бы, наверное, это будет не очень хорошо, как бы на длинную рублевую облигацию. Что касается фондового рынка, то я бы не стал переоценивать значение действия ЦБ в условиях глобализации рынка, и то, что наш рынок все-таки его можно отнести к emerging markets, он особо не... Ну, в долларах наш рынок-то, возможно, будет расти, просто имеется в виду, что рубль может быть при этом крепкий, да, и он будет вбивать темпы роста. Ну, вот как сегодня мы получаем ситуацию, МВВ падает, и одновременно рубль тоже, как бы, то есть доллар падает. Я опять же не думаю, что рубль укрепится капитально вот на этих действиях ЦБ РФ, тем более, если фондовый рынок не очень себя будет хорошо чувствовать. Здесь немножко будет компенсировать, возможно, отток капитала, то есть, да, ликвидность уменьшается, но как бы инвесторы по-прежнему не очень хорошо смотрят на наш фондовый рынок, не очень с большим желанием увеличивать инвестиции. Вот тут вопрос, я не насчет притока капитала, может он и развернется в скором времени к нам, потому что если там будет турбулентность, а у нас ЦБ будет вести такую сдержанную политику... Там будет турбулентность, он точно не развернется. Нет, нормально. А я сразу, Домиш, вспоминаю, эта фраза звучала прямо накануне кризиса, да? Ты говоришь, там будет турбулентность, а у нас будет тихая гавань. Ну, понимаете, смысл, я не говорю, что это так будет, но есть шанс такой, что какая-то часть западных инвесторов видит действие нашего ЦБ, да, они скажут, ну, Россия не подалась в общемоде девальвировать свою валюту, поэтому рубль более надежен. Я думаю, что без шансов, если там будет турбулентность, то у нас будет ураган, как всегда. Ты же говоришь, нас смоет просто, ну, в хорошем смысле слова, я имею в виду. Сдует, нет, сдует ты говорил, сдует. Ой, ну ладно, Миша, Миша, ты изменил себе, не будем о плохом, давай о хорошем. Итак, ты бычишься, да, ты смотришь вверх по фондовому рынку. По активам. По активам, да, по активам, ну, под названием российский фондовый рынок. Ну, видимо, не слишком далеко он вырастет, но тем не менее вырастет. Ну, да, тем не менее вырастет. Что будет с ценами на нефть? Меня очень интересует, хотя, опять-таки, некая раскорреляция наблюдается, да, вообще, все, все, почва уходит из-под ног. Нефть стоит вон сколько, а на фондовом рынке вон что. Максим, где правда-то? Вот она в последнее время какой, дубок. Я думаю, что эта ситуация еще долго будет продолжаться, потому что Доргане окончательно добьет экономику мировую, а как бы снижаться тоже как бы... Ну, допустим, когда все печатают, снижаться смысл нет. Да, даже дело не в том, что печатают, как бы и на Ближнем Востоке все не так хорошо по-прежнему. Можно и хуже. Плюс, эмбарго на Ирак, и поэтому, ну, Иран. Я бы, да, вспомнил в этой связи фразу нового киноперсонажа. Белые приходят грабить, красные приходят грабить. Куда бедному крестьянину? Куда податься спекулянту, инвестору? Ты чего делать-то, Миша? В золото. В золото. Максим. В золото. Ну, и про евробангы не забудешь. Я, да, я говорю. Или фикс-тенком, или какие-то циклические сектора. В золото, я не знаю, как бы... Золото ты просто так в раздумье произнес эту фразу. Я думаю, ты просто с Мишей согласился. Я, я, я... Это тоже такой металл, в котором возможно, возможно, пузыри, то есть... Но он будет сдуваться, когда экономика начнет восстанавливаться. Просто такой вопрос, почему золото, а не в пшеницу? Можно в пшеницу, кстати? Можно в продовольство. Учитывая, что не урожай был. Больше охота, да, в пшеницу. По миру можно в продовольство? В крайнем случае, пшеницу можно съесть. Ну, фьючерсный контракт, поставочный софт коммунити. Не фьючерсный. Поставочный тоже проблема, да, где ее хранить потом. Что же сделать такое? Как ее до дома довезти, эти огромные объемы потом. Я понял. Ну, тем не менее, тем не менее, время заканчивается. Итак, что мы ждем в ближайшее время, Миша, ближайший, с перспективой до выборов Соединенных Штатов. Ну, я думаю, мы будем выше. Мы будем выше. в ближайшее время. Ну, скажем так, я очень большой огляд, ну, понятно, что будет 20-ка, семерка, что будет там по Европе какие-то новости идти, но я жду, смотрю с очень большой оглядкой на Китай и на его монетарную политику. Если он влезет в эту команду, то шансов просто нет. Команду Центробанков. команду Центробанков, если он активно влезет, то шансов, по-моему, не останется. Вот это в пятницу мы такие вещи слышим. Максим, что нас ждет в ближайшее время до выборов? Я вот, несмотря на все предпринимаемые меры, не очень смотрю на положительные инвестиции в широкий спектр, как бы призываю искать какие-то отдельные интересные идеи и не забывайте о консервативных подходах в том числе, потому что, как бы, не вижу пока, я не сильно буллюж сейчас по рынку, все-таки остается очень много проблем в экономике и пока не ясно будут ли они разрешены. То есть повода для риска нет сейчас, да, несмотря на огромную ликвиду? Для роста аппетитов Криску нет. То есть вы предложили нам в Центробанке огромный, ну, большой выбор для валюты фондирования, да, как это модно называть. Берите какую угодно и меняйте ее на активы. Ну, вот, я так правильно понимаю, Максим, да? То есть, если на основе операции только на ликвидность, то здесь, наверное, все-таки интереснее коммунитис будет, чем... Да, коммунитис, естественно, интереснее, чем нежели акции и прочее. Хорошо. Товарные. Хорошо, огромное спасибо. Потихонечку будем завершать. Я небольшой анонс себе позволю. Региональную политику федеральных властей на примере Северного Кавказа сразу после выпуска новостей в прямом эфире обсудит Юрий Пранько и доктор географических наук Наталья Зубаревич. Подключайтесь к разговору. А мы, дорогие мои радиослушатели, прощаемся с вами. Я благодарю моих сегодняшних гостей. Мы подвели финансовые итоги недели, а близость выходных заставляет меня порекомендовать вам. Рынок – это целая жизнь, но жизнь – это не только рынок, поэтому живите полной жизнью Всего доброго.